Итоги работы за 2014 год подвели в областной думе. На пресс-конференции спикер регионального парламента Владимир Капкаев и председатели думских комитетов рассказали о самых важных, на их взгляд, решениях уходящего года. Было принято порядка 170 различных законов. Что касается прогнозов на предстоящий год, они не радуют. Народные избранники прогнозируют непростой экономический период, а потому при составлении бюджета предстоит учесть все сложности. Надеемся, что меньших средств, которые сегодня предусмотрены в бюджете на 2015 год, мы рассудить не будем. Задача стоит по максимуму привлечь к этим объемам и другие средства, в том числе и неудержитные. На это нацелена работа депутатов Саратовской областной думы. К этому мы призвали своих коллег, депутатов муниципального уровня власти, ну и, конечно, исполнительную власть. Бюджет. Вопрос номер один следующего года. Только в этом году главный финансовый документ региона изменяли 12 раз. И подкорректировать его придется снова. На последнем. В этом году заседание областной думы, которое состоится в конце декабря. Бюджет уходящего года вновь пополнится средствами из федеральной казны. Если мы на 1 января 2014 года сортовали безвозмездных поступлений, планировалось из федерального бюджета получить 13,2 миллиарда рублей, то на сегодняшнюю дату мы получили из федерального бюджета этих безвозмездных поступлений 21,1 миллиарда рублей. Невзирая на любые экономические сложности, бюджет следующего года, как и этого, должен сохранить социальную направленность. Активно в уходящем году поработал Комитет по социальной политике. Благодаря федеральным траншам всего до конца декабря будет введено около трех тысяч мест в детских дошкольных учреждениях региона. Также принят сбалансированный бюджет территориального фонда медицинского страхования на три последующих года. Для нас было приоритетом завершить структурные преобразования в сфере здравоохранения Саратовской области. Понимаете, о чем идет речь? Речь идет о передаче на областной уровень муниципальных учреждений здравоохранения. И с 2015 года в подросток здравоохранения все учреждения будут находиться под ведомственностью Министерства здравоохранения Саратовской области. Затронули депутаты ситуацию на валютном рынке. 16 декабря ключевая ставка Центрального банка России поднялась до 17%. По мнению народных избранников, эта мера позволит остановить рост ставок иностранной валюты, а рубль получит возможность стабилизироваться.